Александре Тарасенко всего 14 лет. Однако, несмотря на свой юный возраст, она может похвастаться совсем не детскими победами. Ведь еще в свои 12 девочка стала самой юной чемпионкой Беларуси по шахматам. Перед стартом у Александры был самый низкий рейтинг среди всех участников. Однако то, что произошло потом, можно назвать настоящей сенсацией. 7 побед подряд над опытнейшими гроссмейстерами и членами национальной сборной принесли девушке заслуженное звание чемпионки Беларуси. Отличилась юная шахматистка и на чемпионате области, который проходил среди мужчин. И здесь вновь ей досталась пальма первенства. Шахматами я начала заниматься в 5,5 лет. Я заметила шахматную доску в садике. Девочка привезла ее. И мне понравилось. Я попросила маму купить ее и сводить меня на какую-то секцию. Мне очень понравилось. В этом году я заняла первое место на онлайн в Европе до 14 лет среди девушек. Также на чемпионате области среди мужчин я заняла первое место. И на чемпионате черной пешки второе место по Рапиду. Рапид, Квиз, Сёги, Чапаев и шахматы с картами – далеко не полный список турниров, участие в которых приняли шахматисты со всей Беларуси. На четвертом международном фестивале «Черная пешка». Перед соревнованиями участники прошли обязательный температурный контроль, а также имели возможность сыграть партию с роботом и испытать себя в различных настольных играх. Самому младшему участнику исполнилось 4 года, а самому взрослому – 73. Четвертый фестиваль «Черная пешка» проходит в республиканском формате. К нам приехали дети из разных городов Беларуси, а также взрослые участники. В этом году в «Черной пешке» проходит ночной блиц для взрослых с гроссмейстерским составом. Это особенность этого фестиваля. Также проходит необычный турнир по шахматам с картами. Это авторская разработка шахматного клуба «Черная пешка». Перед каждым ходом шахматисты тянут волшебную карту из колоды, которая необычным образом меняет ход шахматной партии. И мы очень рады, что четвертый фестиваль состоялся. Он проходит в камерном формате, но тем не менее у нас 11 разных турниров. В соревнованиях участвовало много детей из различных уголков нашей страны, в том числе и брещанка Дария Скоморощенко, которая играет в шахматы с 4 лет, но уже имеет второй разряд – бронзу и серебро на чемпионате республики. К слову, Дария даже участвовала в разработке игры шахматы с картами. Раньше наша семья вообще не знала, что такое шахматы, и мы не играли. Но у меня появился друг Артур, он записался на шахматы. Ну а мне без него скучно проводить столько много времени. Я говорю, мам, запиши меня на шахматы тоже. Потом мне все это очень понравилось, и я теперь занимаюсь. И с помощью моего друга, который пошел на шахматы, наша семья тоже начала играть в шахматы. А что тебе это дает? Ты можешь обратиться к девчонкам, к мальчишкам, которые не играют, не знают, что это за это? Да. Шахматы дают яркие эмоции, радость, развивают, помогают мне в математике и дают огромную возможность путешествовать. Вот это карта заморозка. То есть в какой-то момент я могу сделать два хода подряд, потому что я смогу заморозить фигуры соперника. То есть соперник не сможет мне ответить. Но я пока, наверное, не буду это делать и сделаю что-то на доске. Но что я сделаю, я не знаю. Наверное, я уберу ферзя из-под связки, потому что мой конь связан, и мне нельзя ходить из-за того, что съедят ладьей моего ферзя. Поэтому давайте мы отправим куда-то ферзя вперед. По результатам соревнований выявились сильнейшие. Ими стали гроссмейстер Сергей Жигалко в мужском блице, брещанин Даниил Бойко и минчанка Варвара Мацкевич в рапиде. А Александра Тарасенко взяла золото сразу в трех основных женских турнирах – блице, рапиде и решении шахматных задач.